Приветствую вас, не помню, отвечал ли я вам на вопрос о страхе смерти, но помню, что странно такое вроде бы было, поэтому если эта благодарность адресовывается мне, то, подвольте мне такую нестеробность, то я рад вам помочь, надеюсь, что именно мой ответ помог вам что-то лучше для себя понять. Вообще, такой сложный момент, как страх смерти, сразу не получится осознать, вы знаете, полностью, потому что все-таки нужно время, и время нужно достаточно прилично для того, чтобы понять для себя какие-то вещи. Что касается страха замужного братанства или клаустрофобии, как уже сказала моя коллега, Действительно, на самом деле все достаточно просто, если можно так выразиться. То есть, у вас когда-то в детстве или в подростковом возрасте были некоторые очень яркие впечатления, связанные вот как раз с этим клаустрофобическим настройством. То есть, было очень сильное эмоциональное переживание, которое отпечаталось в вашем сознании на данный момент, оно отпечаталось у вас, и вы как бы мыслите комплексно. Что значит комплексное мышление, я вам попробую пояснить. А ситуация сейчас в том, что комплекс, вот там по себе комплекс, он образуется таким образом, что вы переживая какое-то состояние, Благодаря эмоциональной окраске этого состояния, любой элемент, который был в том первичном переживании, воспринимаете как запуск. Запуск к этому самому переживанию первичному, который у вас был. Иными словами, если вы оказались во власти вот как раз страха замкнутого пространства, то тогда, в первый раз вы испытали это чувство, действительно оно было очень сильным, это был действительно серьезный страх. Это было потрясение для вас. Но у вас не было возможности как-то его выразить. Вы его не выразить. Вы его не выразили, он у вас остался невыращенным. И это породило вот как раз таки комплекс. И теперь каждый раз, когда у вас ситуация складывается так, что внешние элементы жизни достаточно серьезно похожи на то самое и, когда вы испытываете страх, то это автоматически запускает эмоциональное переживание. Первое, что нужно сделать, это проговорить страх. То есть, нужно отыскать первичное переживание, собственно, то, которое у вас и осталось невыраженным. Его заново пережить, это возможно сделать либо через работу с психотерапевтом, либо через гипноз. То есть, гипноз достаточно хорошо помогает решать вот проблемы подобного рода. То есть, что делает гипноз вам? Гипноз, он поможет найти то самое первичное впечатление, которое у вас было и поможет его перезить заново. Тем самым он перестанет как-то вам докучать в вашей жизни. Но, когда вы осознаете отсутствие вот связи ваших настоящих жизненных условий, элементов и эмоционального переживания, когда вы осознаете отсутствие этой связи, это не означает, что страх уйдет. Потому что страх лев рефлекторен. И он будет появляться у вас все равно. Ну, может быть, разве что, немножечко в меньшей степени, немножечко в меньшей форме, но все же будет все равно он у вас появляться. И, чтобы его избежать, вам нужно на самом-то деле применить подход. Несколько подходов, я бы даже сказал, к работе со страхом. И первый подход мне бы хотелось охарактеризовать сразу примером, чтобы не было лишнего недопонимания между нами. Пример этот представляет из себя такую немного экспериментальную, если угодно, ситуацию. Представьте себе, что вы находитесь в комнате. И в этой комнате вы находитесь одна вечером. Значит, вы сидите у костра, у камин, прошу прощения, немножечко в такой полудреме. И тут вдруг вы видите, как за окном появляется некое такое чудовище, которое вас, естественно, пугает. А первой вашей мыслью, которая промелькнет у вас в сознании, или даже на подсознании, будет убежать от этого монстра куда подальше. Просто потому, что так работает инстинкт самозагранения. И это, ну, что сказать, это вообще говоря, абсолютно нормальная и естественная реакция. Но вам нужно задать себе вопрос. Вопрос, который, на мой взгляд, очень важен. И для нашей с вами ситуации этот вопрос вообще ключевой. Вот монстр находится за окном. Он может причинить вам какой-то вред? Нет. Ведь он за окном. Если он за окном, то он не опасен. А вы находитесь, соответственно, в безопасности. Если бы он мог причинить вам боль, он бы, ну, или не боль, а вред, он бы это сделал. Раз он этого не сделал до сих пор, значит, он не может вам ничего сделать. А раз так, то он не опасен. Главное не задавать себе этот вопрос каждый раз, когда вы, вообще говоря, видите непосредственную опасность перед собой. Спрашивайте себя, моментально спрашивайте себя. Вот хорошо. Я чувствую, что мне что-то угрожает. Реальная угроза есть. Реально может вам этот источник угрозы причинить какую-то, ну, какой-то негативный эффект? Если нет, то вам тут же, когда вы это осознаете, станет легче Видите ли, страх не любит рациональность Основная форма, или лучше сказать направление борьбы со страхом Это всегда перенос причины источника страха Из представления магического, сказочного в представление рационального, реального Вот знаете, по аналогии с первобытными людьми, которые считали, раньше очень боялись сильно Они боялись грозы, они боялись непогоды Почему? Не только потому, что это означало для них отсутствие урожая Но все и потому, что они считали, что их боги, их боги, таким образом наказывают И они боялись, что дальше будет как бы хуже И когда человек выяснил, что вообще-то говоря, то, что происходит, непогода, это нормально, это естественно То люди тут же перестали бояться грозы Нет, есть такие люди, которые боятся грозы Но опять же, страх перед грозой Это все-то очень осознанный мистический страх Или лучше сказать, мистический акт воли То есть неосознаваемый до конца человеком Следующий подход, который может помочь вас при решении проблемы страха Это последующий пример, который мы приведем, чтобы было немножко более понятно Значит, предположим, что вы должны будете отвечать на экзамене Допустим, на экзамене И вы, соответственно, предмета не знаете В этой ситуации, естественно, у вас мандраж Но вы этот мандраж притекаете как? Вы задаете себе снова вопрос Какой вопрос? Вопрос следующего характера Вы боитесь того, что вас вызвали к доске? Хорошо Но вас же еще не вызвали к доске? Нет Значит Бояться еще нечего Еще не случилось то, чего вы боитесь? Не случилось Значит, и бояться этого не нужно И вот так вы с такими мыслями выходите на улицу и идете к зданию, где вам нужно сдавать экзамен Когда вы подходите к зданию, вы испытываете то же самое ощущение То есть вы точно так же чувствуете страх Соответственно, когда вы испытываете страх Вы вновь задаете себе тот же вопрос А вы еще Как бы, ну вы уже отвечаете? Вас вызвали? Нет И вновь вы успокаиваетесь и идете дальше И так вплоть до самого До самой, так сказать Сдачи довольно частого экзамена Которого вы тогда идете Понимаете? Смысл в том, чтобы выявлять Ядро Ядро страха Которое отравляет вам жизнь Ну, будем здесь честны И вот представим себе Предположим Предположим, что вас все-таки вызвали Предположим, что вас все-таки вызвали на сдачу экзамена Вы идете к доске И вы, наверное, конечно же, боитесь Вы боитесь того, что вы не сдадите экзамен Вы выбраваете его Тогда вы задаете себе Следующий вопрос Вы спрашиваете Ну, хорошо Меня вызвали Даже таки все-таки Меня вызвали все-таки отвечать на вопрос Но я же еще не провалила ничего Нет Значит, чего бояться Как видите Первый подход к страху Это когда опасность есть Ну, скажем так Когда опасность есть вне зависимости От того, что вы делаете Второй пример Это когда опасность не гарантирована вам Это очень, как бы, очень серьезное развлечение Когда опасность 100% И когда опасность не гарантирована Теперь Когда мы рассмотрели эти два подхода Они схожи немного Давайте попробуем рассмотреть третий подход Последний Который представляет из себя Это постепенное 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 Наращивание Постепенное наращивание Значит Того, что вы боитесь Значит Мальчик Боится клоунов И Его приводят в комнату Где Усаживают За стул За стол И Перед ним Внезапно Размещают Размещают Этого самого клоуна Естественно Мальчик боится Естественно Мальчик Начинает Испытывать Страх И тогда Клоуна Отдаляют От него На безопасное расстояние Постоянно Постоянно Спрашивая Тебе еще Страшно Тебе еще Страшно Тебе еще Страшно В определенный Мальчик Говорит Что Нет Мне уже Не страшно Его Оставляют В этом Положении Когда Вроде бы И не страшно Но в то же время И не до конца Комфортно Его Оставляют Он какое-то время Проводит Так Потом Говорят ему Ну хорошо Давай теперь Немножечко Предвидим Клоуна Чуть-чуть Предвидели И мальчику Опять Некомфорт То есть Это не Страх Уже Это как бы Граница И если Так совершать Постепенно То Клоуна К мальчику К мальчику Со временем Предвидят 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 Сплатную А Страха Он Ощущать Не будет То есть Вот этот Момент Момент Когда Источник Страха Постепенно Становится Привычным Элементом Вашей жизни Тоже Нужно Учитывать Вот Вы Говорите Вы Пишите Что Вы Боитесь Замынного Постранства Боитесь Едеть в лифте Боишь В нем Застрять Могу Понять Это Какое Негативное Соминание Или Что Сама Не могу Разобраться Что Именно Пугает Вот Я Застряну Или Что Или Сам Лист Ну Так Давайте Попробуем Попробуйте Привести На Собой Такой Небольшой Эксперимент А Так Смотрите Себя В маленькой Комнате И Посмотрите Как Вы будете Чувствовать Себя В Этой Комнате Это Все Угодно Может Кабинка Может Еще Может Знаете Вот Есть Телефонные Будки Может Быть Какое Еще Место Так Вы Поймете Боитесь Листа Или Боитесь Вы Чего То Связанного Непосредственно Зам Добространство И В Зависимости От Этого Уже Нужно Будет С Вами Разбираться Потому То Лист Это Сам Сам По Себе Ходно Но Оно Имеет Ряд Признаков С Другими Такими Зим Моментами И Важно Понять Боитесь Ливые Только Листа И Тогда Это Чисто Конкретно Конкретно Воспоминание Конкретный Комплекс Который Нужно Разбивать Да Мы С вами Это Поняли Разбивать Путем Основания Отсутствия Связи Между Элементами В том Первичном Воспоминании В первичном Переживании Если Это Именно Страх Любого Заново Пространства То Да Здесь Вы Тоже Правы Это Какое-то Первичное Воспоминание Которое Нужно Заново Пережить Осознать Разбить Разбить Связь Эмоционально Ассоциативную Между Ним И тем Что происходит С вами На данный Момент Но Еще И Поработать Вот Этими Подходами И Тогда По Совокупности То есть Совокупности Да Проработка Первичного Переживания Вот Эти Подходы Помогут Вам Избавиться От Этого Негативного Элемента Вашей Женери На этом Все Надеюсь Что помог Вам Если Какие-то Вопросы Остались Обращайтесь Свою личку Помогу Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Желаю Вам Всего Доброго И Удачи